Алексей Евгеньевич, здравствуйте. Добрый день. И сразу же у меня вопрос, почему вы выбрали спорт именно в гребне? Ну история непростая, на самом деле я спортом занимаюсь с раннего детства, и гребли это не первый вид спорта, в гребле я уже пришел достаточно поздно по спортивным меркам, 17 лет, до этого было много видов спорта, и такой якорный большой период я занимался лыжными гонками, а потом уже гребным спортом, и всегда в жизни происходят какие-то события, встречаются люди, которые в дальнейшем определяют жизнедеятельность человека на достаточно большой период. Я это тоже был определенный человек, который пришел на соревнования по лыжным гонкам и пригласил меня заниматься гребом. Скажите, пожалуйста, Россию можно назвать спортивной державой? На данный момент, безусловно. Если говорить о новейшей истории уже российского государства, российской федерации, то я считаю, что на данный момент, безусловно, можно назвать Россию спортивной державой. Говорят, что гребля один из самых сложных и трудоемких видов спорта. Почему так считают? Это на самом деле так и есть, что очень много, соответственно, во-первых, у нас в нашем гребном движении используются практически 80% мышц организма, и проводили западные ученые, соответственно, проводили эксперименты, лабораторные работы по поводу количества потребляемой энергии во время прохождения профессиональной дистанции. То есть у нас дистанция 2 километра, то есть это порядка 5-7 минут мы преодолеваем. 2 километра олимпийский вид дистанции у нас единственной. И сравнивали с игрой в баскетбол. Так вот, энергозатраты, которые необходимы нам потратить для того, чтобы максимально преодолеть, соответственно, наши дистанции, равны 2-м подряд сыгранным матчем в баскетбол. У меня сразу же надрел вопрос. Какими датами должен обладать будущий спортсмен в игре? То есть, должен быть, ну, вот вы крупные, я вот вижу, все должны быть большими дистанциями. Ну, по общим и средним меркам люди, конечно, они не средние, да, то есть, ну, выше среднего, да, и ростом, соответственно, своими какими-то физическими датами. Но они не такие выдающиеся, они показывают высокие результаты и достигают олимпийских высот, выиграют олимпийские медали. То есть в 2012 году двуехопарная, например, мужская выиграла, там, ребята были ростом 1,85-1, да. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова